Своим коллегам, что касается их проекта, и буквально за минуту постараться вложиться в этот ответ. За 30 секунд, чтобы не услышали наши ангелы. Про водородную технологию. Это вам, да? А как обстоят дела с безопасностью? Это наиболее острая проблема для водорода. Безопасность у чего? Воруют, не воруют? Нет, безопасность для водорода. Как технология. Безопасность здесь тоже вопрос решаемый достаточно быстро. Безопасность технологии разбиваются, и ничего страшного не будет. Если мы будем уже опережающими темпами развивать сеть заправочной станции. Нет, я думаю, что это... То же самое, как газ в доме находится, и люди уже спокойно пользуются им. То же самое будет водородным топливом. Нам надо, конечно, научиться, как это правильно. Потому что стоимость установки в семью, даже уже в дом, в квартиру, стоит 4100 долларов. 4100 долларов. То есть это даже может позволить себе семья, в ходе того, что дальше продавать. Это в отчетах? Нет. Поэтому... Как безопасность? Ну, это механизм, может быть, до сих пор оно будет. Ну, пока не имея по подсчетам экспертов, эта проблема решаема, и в ближайшем будущем... Теоретические расчеты показывают, что это время... Установку в каждом месте. Время. Время. Спасибо. Спасибо за ответ. Надеюсь, вы получили какое-то представление. Есть еще вопросы кому? Ну, если газ не спрашивает. Что, больше никаких вопросов не возникло? Никакому... Нет. Смотрись. Ну, придачнее. Сталкиваешься. Нет. Все, значит, больше никто не хочет задать вопросов. Хорошо. От Константина поступил интересный вопрос. Сами вы в какой бы проект вложились? Либо частью какого проекта вы хотели бы стать? Ну, вот сейчас, если можно было встать и перейти в этот проект, например, либо взять... Ну, потому что вот негативные какие-то стороны... Хотите негативные? Нет, ну, вот с точки зрения презентации, самой подачи материала, те акценты, на которые были сделаны. Супер. Давайте сделаем. Давайте сначала, что вы сами заметили? Время. Хотел. Нет, ну, да. Вот просто я хотел вот про этот проект сказать немножко. Вот упор был сделан на какие-то моральные и прочие вещи. То есть, когда мы говорим о бизнес-проекте, мы должны упор делать на выгоду. Выгоду, а не то, чтобы кого-то заставлять, кого-то упрашивать, рекламировать социально и все прочее, на совесть давить, еще на что-то и так далее и тому подобное. Мне кажется, такие бизнес-проекты, они только под административным ресурсом могут быть реализованы. А рассчитывать на сознательность, ну, простите, ничего человечество могло не придумать. Но в Китае административный ресурс это... Достаточно сильный, да. Ну, на лице, может быть, да. Значит, если... Ну, у нас были инвесторы, которые для него административный ресурс, для них это палка в двух концах. Изменится правительство, а их деньги пропадут. А им нужна выгода. Получается, если бы вы были ангелом, вы бы не поддержали финансы от проекта. Нет. Нет. Спасибо. Я надеюсь, девушки сделали вывод. Хорошо. Может быть, у девушек есть контраргументы, либо какие-то замечания в презентации оппонента? Ну, если честно, мы немножко прослушали их, поэтому... Все готовились к смайде. Да, все готовились. Ладно, чтобы на замке услышали. Хорошо. Еще вот можно тоже добавить? Вот другие проекты, мне еще тоже большой упор сделан на технологии. Наши инвесторы в технологиях, если вид, ничего не понимают. Откуда вы знаете? Ну, допустим. Ну, в любом случае, не во всем понимают. Да, вот они уточняющие вопросы начали задавать, да, и вот сразу было видно, что не всегда все там... Как это на трубу поставить, как там еще что-то сделать, как там посчитать там еще... Ну, вот эти детали, мне кажется, на такой презентации двухминутной мы совершенно не нужны. Надо просто говорить, что у нас есть технологии, которые вы можете ознакомиться где-то с что-то, чего-то, специалисты разберутся. А вот заинтересовать над чем-то другим. Супер. Вот сейчас подошли к очень важному лайфхаку в выступлениях, в коротких выступлениях. Когда вам ментор, бизнес-ангел, кто-то задает вопрос, на который вы сейчас, здесь и сейчас не можете ответить, например, про финансирование, про то, посчитали ли вы, да, какая у вас используется технология. Вы можете ему просто ответить, что да, у нас есть расчеты, да, у нас будут расчеты, но давайте мы с вами это обсудим. Завтра у вас в офисе, например. Естественно. Либо дайте свои контакты, мы вам отправим это на электронную почту. Таким образом вы экономите свое время, плюс вы собираете контакты того-либо иного ментора для продолжения беседы.